здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в уроке photoshop в данном уроке мы с вами научились делать такую коробку точнее мы не будем делать ее с вами с нуля это урок скорее всего для тех кто хочет быстро не затратив много времени сделать красивую качественную коробку такую как ему нужно то есть мы с вами будем использовать macabs то есть шаблон заготовку который очень быстро мы сможем заменить то есть все картинки все элементы под свои нужды под себя то есть я быстренько набросал такие вот такую вот коробочку и в этом уроке я покажу как пользоваться данным шаблоном данный шаблон вы сможете скачать на моем сайте ссылочка будет в описании этого видео скачивайте это будет psd исходник кликайте по нему два раза и он вас откроется через photoshop когда вы запустите исходник он будет вот такого вида и давайте приступим к редактированию изначально у нас есть вот такие папки чтобы быстро понять какая папка за что отвечает мы просто можем отключать глазик напротив данной папки и видеть что у нас здесь меняется первая папка у нас отвечает за ленточку рядом с папочка есть стрелочка кликаем на данную стрелочку раскрываем папку здесь у нас есть необходимые слои обратите внимание что по умолчанию один слой здесь был отключен если мы включаем это придает такой глянец нашей ленте дальше ниже мы видим вот такой вот слой и мы кликаем именно вот на первый вот этот слой белый два раза левой кнопкой мыши по нему кликом открывается палитра и здесь мы просто кликаем на цвет и тут же можем видеть как у нас лента стала другим цветом и мы видим вместо курсора у нас появилась пипетка то есть мы можем взять точный код цвета с какой-то палитры если это нужно и потом простым методом просто перетаскиваем ползуночек по палитре чтобы определить нужный для нас цвет ну я оставлю вот такой нажму ok и включу глазик напротив глянца чтобы была лента вот такого вида так с ленты мы закончили теперь я сворачиваю данную папочку и движемся дальше выключая глазик вижу что эта крышка мы также раскрываем папку и находим здесь вот такой вот слой нижней в данной папке и кликаем по нему два раза левой кнопкой мыши ok у нас открывается в новой вкладке этот слой здесь мы можем вот что сделать если мы хотим задать цвет то мы можем просто поменять ему цвет палитре например взять инструмент заливка и залить цветом или же просто можно перетянуть какую-то заготовленную картинку здесь подойдет какой-нибудь паттерн она немножко у меня меньшего размера я немножко ее растяну такие картинки вы можете скачать в интернете свободно далее мы нажимаем файл и нажимаем сохранить переходим на вкладку с нашим макапом и видим что у нас крышечка отлично закрасилась нашей картиночкой дальше я сворачиваю данный слой и дальше у нас тут боковинки также разворачиваем папку находим здесь также слой с такой маленькой иконочкой на углу два раза левой кнопкой мыши ok и здесь боковинки я хочу закрасить просто цветом то есть я кликаю по палитре например закрашу красным ok возьму инструмент заливка изначально мы не можем закрасить мы видим вот такой знак запрета мы просто кликаем мышью нам photoshop говорит о том что что нам нужно растрировать данный слой то есть у нас smart объект это нажимаем ok закрашиваем и нажимаем сохранить закрываем данную вкладку видим что у нас одна страна закрасилась переходим в следующую папку и таким же образом мы меняем цвет у другой половинки окей закрашиваем нажимаем сохранить и видим что у нас закрасилась и другая половина нам осталось задействовать еще две стороны да это у нас ниже слои находятся также раскрываем также видим этот smart объект два раза левой кнопкой мыши открываем я перетаскиваю картиночку она у меня не умещается поэтому я зажимаю alt то есть сначала выбирая инструмент стрелка так называемая зажимая alt и делаю дубликат то есть кнопкой левой кнопкой мыши оттягиваю дублирующий слой отпускаю мышь отпускаю alt и здесь подгоняю так ровненько чтобы у нас кружочки стали друг на друга вот таким вот образом здесь я нажимаю сохранить переходим в наш исходник видим у нас нормально так стала эта сторона и то же самое мы сейчас сделаем для последней нашей страны открываю здесь можно что сделать мы можем здесь слоях то есть я перешел на предыдущую вкладку выделяю зажатым шифтом вот здесь вот над слоях сразу два слоя то есть две наши картинки зажимаю левой кнопкой мыши просто и вот так вот перетягиваю на слой пока у нас не отобразится и теперь перетягиваю мышь то есть на сам слой вот таким вот образом и нажимаем сохранить переходим наш исходник у нас принципе все готово ну лента фиолетовый нам смотрится не очень можно сделать ее либо белый либо красный и что касается заднего фона прокрутив ниже мы можем отключить нижние два слоя то есть вот это у нас это идет такая тень отключаем тень отключаем нижний слой видим такие как бы клетчатые такое пространство это значит нас прозрачный фон и если мы хотим сохранить нашу коробку в прозрачном фоне мы сохраняем это значит идем файл экспортировать сохранить для веб или быстрый экспорт в png нажимаем здесь мы выбираем png 24 размер картинки очень большой 4000 на 3000 пикселей когда подгрузка у нас произошла мы видим картинку как она выглядит и есть таком случае мы сохранимся без фона если нам нужен фон то мы здесь конечно выбираем jpeg и если мы сохраняем для веб качество мы выбираем очень высокое с качеством 80 и конечно же размеры размера вот здесь нужно будет уменьшить она слишком большая если нам нужно сохранить картинку с очень хорошим качеством то мы можем это сделать так файл сохранить как и вот здесь вот в списке мы должны выбрать jpeg вот таким вот образом на этом я урок заканчиваю надеюсь у вас все получится поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал на этом здесь все пока пока если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на адобе мьюз или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а